Афганистан занимает площадь 640 тысяч квадратных километров, то есть территорию чуть больше Франции, и граничит с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией на севере, с Ираном на западе, с Пакистаном на востоке и юге. Кроме того, на востоке имеет небольшую, всего в несколько десятков километров, границу с Китаем. Более трети его территории занимают высокие горы, которые могут превышать 7000 метров. По данным, на 1979 год население Афганистана насчитывало 15 миллионов человек и состояло из множества этнических групп. Доминирующей этнической группой численностью 6 миллионов человек, живущих главным образом на юге страны, являются пуштуны, придерживающиеся в большинстве своем суммитского направления, ислама и говорящие на собственном языке пуштуны. Таджики в основном относятся к персидской ветви сунизма, они говорят на языке дари, принадлежащем персидской языковой группе. Насчитывают около 4 миллионов человек и населяют главным образом восточные районы страны. Другие последователи сунизма узбеки – тюркоязычная группа численностью в полтора миллиона человек, живущие на севере страны. Примерно столько же около полутора миллионов составляют хазары. В основном они придерживаются шиитской ориентации ислама и живут в центральных районах страны. Прочие этнические группы, среди которых туркмены, киргизы, белуджи, аймаки, кахистанцы и нористанцы, расселены по всей территории и в совокупности составляют примерно 10% всего афганского населения. Главным фактором национального единства страны является ислам. Афганистан на 99% состоит из мусульман. В том числе 80% принадлежат к сунитской и 20% к шиитской ветви ислама. Там есть еще религиозные меньшинства индусов и сикхов, а также небольшая еврейская община. Именно умеренный ислам определял ритм повседневной жизни Афганистана как в городах, так и провинции. Он сохранил в неприкосновенности традиционные структуры общинно-племенной системы, где старейшины управляли всей жизнью небольших сообществ. В Афганистане, стране преимущественно сельской, в 1979 году был лишь один крупный город с населением более 500 тысяч жителей. Это расположенная на востоке столица страны Кабул. Население в других куда меньших по численности городах, таких как Гераб на западе, Кандагар на юге, а также Мазари-Шариф и Кундуз, не превышало 200 тысяч жителей. Другим фактором, способствующим сплоченности жителей Афганистана, была многолетняя традиция сопротивления любым попыткам завоевания страны извне. Афганцы противостояли вторжению монголов, потом русских. В середине 19 века Афганистан попал под английскую опеку, которая существовала до 1919 года. Пока Англия и Россия, а позже Советский Союз, сталкивая между собой народы Центральной Азии, и боролись за господство в этом регионе, афганская монархия всегда старалась утвердить свою относительную независимость, ибо часто оказывалась ставкой в политической игре и соперничестве между двумя великими державами. Успешный захват власти в 1963 году шахом Захиром ускорил процесс культурного, экономического и политического обновления страны. Начиная с 1959 года, женщинам было уже не обязательно носить чадру. Они могли посещать школы, а университеты стали смешанными. Шах избрал путь демократизации режима Афганистан, шел к установлению парламентской системы. В 1965 году были признаны политические партии, прошли свободные выборы, коммунистический государственный переворот 27 апреля 1978 года, последующая советская интервенция, нарушили равновесие в стране, поколебали традиционные устои и надолго затормозили ход прогрессивных перемен. Субтитры создавал DimaTorzok